Литрес представляет Виктор Пелевин, Generation P. Памяти среднего класса. Читает Евгений Чеботков. Виктор Пелевин, Generation P. Памяти среднего класса. Виктор Пелевин, Generation P. Памяти среднего класса. Читает Евгений Чеботков. Виктор Пелевин, Generation P. Памяти среднего класса. Виктор Пелевин, Generation P. Памяти среднего класса. Читает Евгений Чеботков. Виктор Пелевин, Generation P. Памяти среднего класса. Читает Евгений Чеботков. Поэтому у поколения Пи на самом деле не было никакого выбора. И дети советских 70-х выбирали Пепси точно так же, как их родители выбирали Брежнева. Как бы там ни было, эти дети, лежа летом на морском берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, пили теплую Пепси-колу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь. Прошло 10 лет. И этот мир стал входить. Сначала осторожно и с вежливой улыбкой, а потом все увереннее и смелее. Одной из его визитных карточек оказался клип, рекламирующий Пепси-колу. Клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила обычную колу, и в результате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и палочками. Другая пила Пепси-колу. Весело ухая, она отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно чихать хотели на женское равноправие. Когда приходится тесно общаться с обезьянами, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и неравноправие будут одинаково тяжелы для души. Если вдуматься, уже тогда можно было понять, что дело не в Пепси-коле, а в деньгах, с которыми она прямо связывалась. К этому выводу приводили, во-первых, классическая фрейдистская ассоциация, обусловленная цветом продукта, во-вторых, логическое умозаключение — поглощение Пепси-колы позволяет приобретать дорогие машины. Но мы не собираемся глубоко анализировать этот клип, хотя, может быть, именно здесь нашлось бы объяснение того, почему так называемые шестидесятники упорно называют поколение Пи говнососами. Для нас важно только то, что окончательным символом поколения Пи стала обезьяна на джипе. Немного обидно было узнать, как именно ребята из рекламных агентств на Мэдисон-Веню представляют себе свою аудиторию, так называемую «таргет-групп». Но трудно было не поразиться их глубокому знанию жизни. Именно этот клип дал понять большому количеству прозябавших в России обезьян, что настала пора пересаживаться в джипы и входить к дочерям человеческим. Глупо искать здесь следы антирусского заговора. Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Так что пепси-кола здесь совершенно ни при чем. Случившееся было частью всемирного процесса, отраженного во множестве книг. Достаточно вспомнить «Ожидание обезьян» Андрея Битова или «Бразовильский пляж» Вильяма Бойта. Не обошел этот процесс и Америку, хотя там все произошло совсем иначе. Кока-кола полностью окончательно и необратимо вытеснила пепси-колу с красного цветового поля, что для понимающего человека равнозначно победе при Ватерлоу. Это было связано с деятельностью религиозных правых, которые очень сильны в Соединенных Штатах. Они не признают эволюции. Кока-кола лучше вписывается в их картину мира, потому что пьющая ее обезьяна так и остается обезьяной. Впрочем, мы слишком долго говорим об обезьянах. А собирались ведь искать человека. Вавилен татарский родился задолго до этой исторической победы красного над красным. Поэтому он автоматически попал в поколение Пи, хотя долгое время не имел об этом никакого понятия. Если бы в те далекие годы ему сказали, что он, когда вырастет, станет копирайтером, он бы, наверное, выронил от изумления бутылку у пепси-колы прямо на горячую гальку пионерского пляжа. В те далекие дни детям положено было стремиться к сияющему шлему пожарного или белому халату врача. Даже мирное слово «дизайнер» казалось сомнительным неологизмом, прижившимся в великом русском языке по лингвистическому лимиту до первого серьезного обострения международной обстановки. Но в те дни в языке и в жизни вообще было очень много сомнительного и странного. Взять хотя бы само имя – Вавилен, которым татарского наградил отец, соединявший в своей душе веру в коммунизм и идеалы шестидесятничества. Оно было составлено из слов «Василий Аксенов» и «Владимир Ильич Ленин». Отец татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего над вольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. Но таков был не только отец татарского. Таким было все советское поколение 50-х и 60-х, подарившее миру самодеятельную песню и кончившее в черную пустоту космоса первым спутником, четыреххвостым сперматозоидом, так и не наставшего будущего. Татарский очень стеснялся своего имени, представляясь, по возможности, Вовой. Потом он стал врать друзьям, что отец назвал его так, потому что увлекался восточной мистикой и имел в виду древний город Вавилон, тайную доктрину, которого ему, Вавилену, предстоит унаследовать. А сплав Аксенова с Лениным отец создал потому, что был последователем манихейства и натурфилософии и считал себя обязанным уравновесить светлое начало с темным. Несмотря на эту блестящую разработку, в возрасте 18 лет татарский с удовольствием потерял свой первый паспорт, а второй получил уже на имя Владимира. После этого его жизнь складывалась самым обычным образом. Он поступил в технический институт, не потому, понятное дело, что любил технику, его специальностью были какие-то электроплавильные печи, а потому что не хотел идти в армию. Но в 21 год с ним случилось нечто, решившее его дальнейшую судьбу. Летом в деревне он прочитал маленький томик Бориса Пастернака. Стихи, к которым он раньше не питал никакой склонности, до такой степени потрясли его, что несколько недель он не мог думать ни о чем другом, а потом начал писать их сам. Он навсегда запомнил ржавый каркас автобуса, косо вросший в землю на опушке подмосковного леса. Возле этого каркаса ему в голову пришла первая в жизни строка. «Сардины облаков плывут на юг». Впоследствии он стал находить, что от этого стихотворения пахнет рыбой. Словом, случай был совершенно типичным, и типично закончился. Татарский поступил в литературный институт. Правда, на отделении поэзии он не прошел. Пришлось довольствоваться переводами с языков народов СССР. Татарский представлял себе свое будущее примерно так. Днем – пустая аудитория в литературе, подстрочник с узбекского или киргизского, который нужно зарифмовать к очередной дате, а по вечерам – труды для вечности. Потом незаметно произошло одно существенное для его будущего событие. СССР, который начали обновлять и улучшать примерно тогда же, когда татарский решил сменить профессию, улучшился настолько, что перестал существовать. Если государство способно попасть в нирвану, это был как раз такой случай. Поэтому ни о каких переводах с языков народов СССР больше не могло быть и речи. Это был удар, но его татарский перенес. Оставалась работа для вечности, и этого было довольно. И тут случилось непредвиденное. С вечностью, которой татарский решил посвятить свои труды и дни, тоже стало что-то происходить. Этого татарский не мог понять совершенно. Ведь вечность, так во всяком случае он всегда думал, была чем-то неизменным, неразрушимым и никак не зависящим от скоротечных земных раскладов. Если, например, маленький Томик Пастернака, который изменил его жизнь, уже попал в эту вечность, то не было никакой силы, способной его оттуда выкинуть. Оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что вечность существовала только до тех пор, пока татарский искренне в нее верил, и нигде за пределами этой веры ее в сущности не было. Для того, чтобы искренне верить в вечность, надо было, чтобы эту веру разделяли другие. Потому что вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией. А с другими, в том числе и теми, кто учил татарского держать равнение на вечность, начало твориться что-то странное. Не то, чтобы они изменили свои прежние взгляды, нет. Само пространство, куда были направлены эти прежние взгляды, взгляд ведь всегда куда-то направлен, стало сворачиваться и исчезать, пока от него не осталось только микроскопическое пятнышко на ветровом стекле ума. Вокруг замелькали совсем другие ландшафты. Татарский пробовал бороться, делая вид, что ничего на самом деле не происходит. Сначала это получалось. Тесно общаясь с другими людьми, которые тоже делали вид, что ничего не происходит, можно было на некоторое время в это поверить. Конец наступил неожиданно. Однажды, во время прогулки, татарский остановился у закрытого на обед обувного магазина. За его витриной оплывала в летнем зной толстая миловидная продавщица, которую татарский почему-то сразу назвал про себя манькой. А среди развала разноцветных турецких подделок стояла пара обуви, несомненно, отечественного производства. Татарский испытал чувство мгновенного и пронзительного узнавания. Это были остроносые ботинки на высоких каблуках, сделанные из хорошей кожи. Желто-рыжего цвета, простроченные голубой ниткой, украшенные большими золотыми пряжками в виде арф. Они не были просто безвкусными или пошлыми. Они явственно воплощали в себе то, что один пьяненький преподаватель советской литературы из Литинститута называл «наш гештальт». И это было так жалко, смешно и трогательно, особенно пряжки арфы, что у татарского на глаза навернулись слезы. На ботинках лежал густой слой пыли, они были явно не востребованы эпохой. Татарский знал, что тоже не востребованы эпохой, но успел сжиться с этим знанием и даже находил в нем какую-то горькую сладость. Оно расшифровывалось для него словами Марины Цветаевой, «разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Если в этом чувстве и было что-то унизительное, то не для него, скорее, для окружающего мира. Но замерев перед витриной, он вдруг понял, что пылица под этим небом не как сосуд с драгоценным вином, а именно как ботинки с пряжками-арфами. Кроме того, он понял еще одно. Вечность, в которую он раньше верил, могла существовать только на государственных дотациях, или, что то же самое, как нечто запрещенное государством. Больше того, существовать она могла только в качестве полуосознанного воспоминания какой-нибудь маньки и забувного. А ей точно так же, как ему самому, эту сомнительную вечность просто вставляли в голову в одном контейнере с природоведением и неорганической химией. Вечность была произвольной, если бы, скажем, не Сталин убил Троцкого, а наоборот, ее населяли бы совсем другие лица. Но даже это было неважно, потому что татарский ясно понимал, при любом раскладе маньки просто не до вечности. И когда она окончательно перестанет в нее верить, никакой вечности больше не будет, потому что где ей тогда быть? Или, как он записал в свою книжечку, придя домой, когда исчезает субъект вечности, то исчезают и все ее объекты, а единственным субъектом вечности является тот, кто хоть изредка про нее вспоминает. Больше он не писал стихов. С гибелью советской власти они потеряли смысл и ценность. Последние строки, созданные им сразу после этого события, были навеяны песней группы ДДТ «Что такое осень — это листья» и аллюзиями из позднего Достоевского. Кончалось стихотворение так. Что такое вечность — это банька. Вечность — это банька с пауками. Если эту баньку позабудет манька, что же будет с родиной и с нами? Субтитры создавал DimaTorzok